Сегодня представить современную жизнь без электричества просто невозможно. Для того, чтобы электроэнергия бесперебойно поступала потребителям независимо от погодных условий, сотрудниками славянских электрических сетей была проведена большая работа по подготовке электрохозяйства к осенне-зимнему периоду. Несмотря на действующие ограничительные меры, вызванные сложной эпидобстановкой, славянский филиал Россети Кубань справился с поставленной задачей и выполнил на 100% объем ремонтной программы. С начала года в рамках реализации ремонтной кампании специалисты славянского филиала Россети Кубань отремонтировали 172 трансформаторные подстанции и более 170 километров воздушных линий электропередачи. Расчистили от древесно-кустарниковой растительности почти 100 гектаров трасс вдоль ЛЭП. Производим обрезку веток деревьев. Линия ВЛ-10ПМ5 проходит по лесному массиву. Производим обрезку деревьев во избежание падения деревьев в зимний период. Данные работы способствуют надежному функционированию электроснабжения в осенне-зимний период. Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев лично осуществлял постоянный контроль в течение года за ходом выполнения работ по подготовке к зиме. Энергетики отремонтировали более 300 энергообъектов, расположенных в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах. Все проведенные работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей и обеспечение бесперебойной работы энергообъектов в период пиковых нагрузок. На данный момент компания Россети в полной мере реализовала ремонтную программу. В Славянском энергорайоне полным ходом идет замена неизолированного провода на изолированный самонесущий. В том числе планово проводится расчистка просек. Этот комплекс работ даст ощутимый эффект и обеспечит надежную работу энергосетевого комплекса в осенне-зимний период 2020-2021 годов, в том числе в периоды неблагоприятных погодных условий. С начала 2020 года в зоне ответственности славянского филиала Россети Кубань энергетиками было установлено около 8 тысяч приборов учета. К предстоящему осенне-зимнему периоду на 100% сформирован аварийный запас оборудования. В оперативной готовности на случай нештатной ситуации находится почти 100 человек технического персонала и 64 единицы техники в составе 32 бригад. Подготовлено 7 резервных источников энергоснабжения.